Реальный сектор вымаривается искусственно созданным денежным голодом, так же, как вымариваются граждане Российской Федерации. Поэтому осуществлять какое бы то ни было нормальное развитие чего бы то ни было, это не про эту власть. Ну, пусть нам японцы на нас поработают, заодно у них будет раскол на три стороны, кто-то признает принадлежность Курил, кто-то не признает. А если японцы не признают, тогда мы туда запустим китайцев. Пока это являются русофобскими государствами, пока они предельно националистические, нам там делать нечего. Они русских выгнали, они русский язык, так сказать, искоренили, кроме Киргизии. Ребята, жрите сами, что хотите. И никаких беженцев не принимать, и всех, так сказать, граждан выслать отсюда к чертовой матери, пусть, если им что-то нужно, пусть, так сказать, сами себя защищают. Ну, я надеюсь, что это все-таки не афера, я надеюсь, что это уже старческая деменция, потому что, по сути, это дело ничего не сказано. Что значит пропускать через себя 10% ВВП? Это не собираются 10% ВВП платить Европе в качестве штрафа за то, что мы существуем? Так что масштабы загрязнения окружающей среды растут кратно. Это просто климатическая афера. Переход на зеленую энергетику невозможен технологически. Политика очень простая. Россия не для русских. Граждане России не имеют права на жизнь в России. Вот у нас Михаил Владимирович Мишустин, премьер-министр, посетил Дальний Восток с рабочим визитом. И, в частности, предложил создать свободную таможенную зону на Курилах. Как вы к этому относитесь? Что это такое и чем нам это грозит? Значит, что это такое, мы узнаем. Потому что пока речь идет о подготовке предложений для Владимира Владимировича Путина. А Владимир Владимирович Путин с этими предложениями, как мы их понимаем, может сделать самые интересные вещи. Начиная с того, что он их может подписать без изменений. И заканчивать теми, что он их может не подписывать. А может внести изменения. По состоянию на сейчас предполагается освободить от налогообложения весь реальный сектор. Кроме лоуле рыбы. Но переработку рыбы уже освободить. Потому что при советской власти все Курилы... Там было два вида деятельности хозяйственной. Там были рыбоконсервные заводы и пионер лагеря. А почему-то об этом все дружно забыли. Но пионеров-то нет, зачем там лагеря? Да, да, да. А, хотя могут открыть лагеря, но не для пионеров, а для оппозиции. Дети, это же для педофилов в нынешнем понимании. Это не для отдыха, не для счастья, а для педофилов. Понятно. Почему-то все дружно говорят, что этих пионер лагерей не было. Я помню грандиозные скандалы, когда в Японии осуществляло выбросы загрязняющих веществ в океан. И эти выбросы течением разносило по Курилам на север. И дальше была истерика. А в холодное течение проходит на север. И дальше была истерика, потому что там пионер лагеря. И типа дети попадают в опасность. Это я помню еще по концу 80-го года. Но, тем не менее, это поощрение хозяйственной деятельности. И все говорят про Японию. Да, товарищи японцы, заходите, работайте с нами. Но я думаю, что есть очень простой подтекст. А если товарищи японцы не захотят, то у нас есть много других инвесторов. Есть люди из Китая. Есть люди из Вьетнама. Есть люди из двух Корей, которые с удовольствием там что-нибудь организуют. Михаил Игоревич, я все понимаю, но звучит так, как будто Российская Федерация не может освоить Курилы без иностранных инвесторов. То есть мы, в принципе, отказываемся от этой территории. Приходите. Либо японцы, либо вьетнамцы. Послушайте, вся политика Российской Федерации заключается в уничтожении реального сектора. Точка. Реальный сектор вымаривается искусственно созданным денежным голодом так же, как вымариваются граждане Российской Федерации. Поэтому осуществлять какое бы то ни было нормальное развитие, чего бы то ни было, это не про эту власть. По крайней мере, не про эту денежно-финансовую власть. Есть попытки. Попытки успешны. Но в данном случае, как я понимаю, во-первых, это слишком сложно для олигархов, это неинтересно. О том, что государство может исполнять свой долг перед гражданами Российской Федерации без олигархов, в государстве, по-моему, никто не представляет. Ну, если понимаете, люди искренне верят, что Советский Союз не производил ничего, кроме галоши. С уровнем интеллекта понятно, по-моему, все. С прочностью памяти тоже все понятно. Да, я понимаю, что они не пользуются метром, но они каждый день ездят по Москве, видят здания, которые были построены при советской власти. Ну, скажем, и даже если они живут в Москва-Сити, оттуда не выходят, они видят гостиницу Украину. И утверждать при этом, что ничего, кроме галоши, не производил Советский Союз, ну, все. С уровнем разумности все понятно. Да, можно еще посмотреть, что происходит у нас в сфере коронависия. Но что-то надо делать. И поскольку идея о том, что государство может служить гражданам, государство может заниматься развитием, эта мысль ампутирована полностью, ну, пусть нам японцы на нас поработают, заодно у них будет раскол внутри страны, кто-то признает принадлежность к Куриллу, кто-то не признает. А если японцы не признают, тогда мы туда запустим китайцев. Ну, зашибись. Зашибись, может, еще армян запустят туда. А на китайцев уже японцы побоятся что-либо предпринимать, да? Да, понимаете, Китай — это страна, которая свои интересы защищает. Ну, известная была история, когда российские жители Красноярского края пожаловали Синь Цзиньпиня на китайский бизнес, который там творит абсолютно непотребство. И после этого непотребств стало несколько меньше. Понимаете, жаловаться Путину на то, что происходит в Красноярском крае, ну, бессмысленно. Нас в Перме на последней прямой линии с президентом люди собрались и, значит, попытались защитить 100-летний стадион «Молот». Ну, так получили штраф в 20 тысяч рублей за несанкционированную санкцию. Акцию. Акцию за несанкционированную акцию. Реально, штраф в 20 тысяч рублей для Перми — это огромные деньги. Ну, если бы они в Хасидово вступили, в Хасидово это подарили бы запас, этот стадион, нет проблем. Еще бы отремонтировали с нуля за государственные счеты. Ну, люди не сообразили, что для того, чтобы жить в России, или, по крайней мере, в Перми, нужно быть в Хасидово. Они как-то наивно думают, что они граждане Российской Федерации. Ошибаются, насколько я могу судить. Хорошо, Михаил Геннадьевич. Другой внешнеполитический вопрос, который непосредственно затрагивает и наши интересы. Вот у нас прошли нашумевшие переговоры о Министерстве иностранных дел с представителями движения запрещенного в России, движения «Талибан». Поговорили, прекрасно все, замечательно, нашли общий язык, тепло, посидели, пообщались, проходит неделя. МИД заявляет, мы разочарованы тем, что «Талибан» не исполняет договоренностей. Они обещали, а теперь вот началось. Появилось потрясающее просто сообщение. Я демонстрирую сейчас нашим дорогим зрителям скриншот из Авито. «Военнослужащие по контракту Республика Таджикистан, госслужба нанимаются на военную службу по контракту гражданей РФ для прохождения службы на территории Республики Таджикистан». Уже через Авито они ищут военнослужащих. Михаил Геннадьевич, я не знаю, может быть это фейк? Это может быть шутка, это может быть фейк. На Авито очень много смешных размещается объявлений. Я помню, там продавались за 100 тысяч рублей носки Путина, забытые в гостиничном номере. Вы знаете, я многократно на том же Авито находил объявления, например, по набору росгвардейцев, ОМОНовцев, снайперов. Да, может быть действительно так размещают. Где-то же надо размещать, где-то же их надо размещать, эти объявления. У них же ликвидированная система реального учета в военкоматах, ликвидированная же система реального организационного набора. Это на Вторую Чеченскую войну позвали ветеранов, и они пришли. Потому что тогда и списки этих ветеранов еще были. А сейчас, судя по всему, нет списков людей, которые имеют военные навыки. А что касается детской обиды Министерства иностранных дел, ну слушайте, Министерство иностранных дел достигло небывалых высот в профессиональном демонстрации чувства публичной обиды. Других, правда, профессиональных достижений я у них как-то не замечаю. Но здесь гениально. Почему вы думаете, что чувство обиды должно быть обращено только на Запад? Что за вообще расизм такой? Они на всех обижаются. Они сделали другую ошибку, на самом деле. Они должны были предоставлять, обеспечивать Сталибам пресс-конференцию в Москве. Потому что если движение у нас запрещено, мы имеем право ради национальной безопасности делать с ними, что хотим. Хотим – бобим, хотим – приглашаем в гости, ведем переговоры, целуемся, обнимаемся и так далее. Нет проблем. Это вопросы государственной целесообразности, российских интересов. Но если движение у нас запрещено, государство не имеет права его рекламировать. Государство не имеет права запрещенное движение, так же, как и мы с вами не имеем права, даже упоминать без указания на то, что оно запрещено. Оно не имеет права рассказывать какое-то движение хорошее, какое-то движение справедливое. Оно имеет право рассказывать, как и мы с вами, об объективных причинах его возникновения. То есть они занимаются терроризмом не только потому, что они уроды, но и потому, что так сложились обстоятельства. Это пожалуйста. Но никакой пропаганды этого движения. Никакого предоставления права голоса. Даже если нужно, чтобы они что-то сказали, как обычно бывает с такими деятелями, диктор говорит, лидер движения «Талибан», находясь в Москве, сказал то-то, 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 для того, чтобы не возникала человеческая эмпатия. Это нормальная, стандартная процедура. За 20 лет я уже все освою. А вот это, с моей точки зрения, абсолютно неприемлемая была вещь. Если хотите выразить им свою поддержку, подарите им слона. Хорошо, подарите им золотого слона. Хорошо, подарите им эшелон слонов, загруженных оружием. Нет проблем. Это вопрос у государственной политики. Если нам нужно вооружить талибов, давайте их вооружим. Здесь нет... Хотя я надеюсь, что нам это не нужно. Здесь нет вообще повода для обсуждения. Но предоставлять им слово, это значит участвовать в пропаганде движения, которое мы считаем террористическим. Ребят, вы что, с дуба рухнули? Если люди, которые этого не понимают, ведут переговоры, ну, что называется, дурака-то обмануться, это же святое. Особенно на Востоке. Какова вероятность, что наши парни пойдут умирать на таджикско-афганской границе? Надо сказать, что государство Таджикистана в рамках своей традиционной русофобской политики выгнало наших оттуда пограничников с границы. За что ему большое человеческое спасибо. У нас там есть база. А сейчас саджики хотят вернуть наших, но я считаю, что это неправильно. Наших там, пока это являются русофобскими государствами, пока они предельно националистические, нам там делать нечего. Они русских выгнали, они русский язык, так сказать, искоренили, кроме Киргизии. Ребята, жрите сами, что хотите. И никаких беженцев не принимать, и всех, так сказать, граждан выслать отсюда к чертовой матери, пусть, если им что-то нужно, пусть, так сказать, сами себя защищают. Нет проблем. Ну, это ваша позиция. А как может развиваться ситуация? Ну, слушайте, люди, которые устроили коронавирус, люди, которые продолжают уничтожать здравоохранение в условиях, так сказать, распространения коронавируса, люди, которые ставят медицинские опыты над десятками миллионов граждан и предоставляем даже минимального медицинского наблюдения, способны, по-моему, на что угодно. Поэтому, если вы будете даже неявкой на выбор поддерживать Единую Россию, дорогие друзья, то вы весьма вероятно, что вы, так сказать, выступаете своей неявкой за то, чтобы ваши дети или вы сами оказались на этой границе. Да, кстати... Между двумя наркоманскими группировками. Между двумя группировками наркотографовцев. Когда одни будут стрелять вам в лицо, другие будут стрелять вам в спину. Кстати, о выборах, Михаил Григорьевич, мы уже поговорили, я забыл спросить. Помимо блокировки вашего YouTube-канала, как мы подозреваем, закидали страйками соответствующие российские структуры, какие-то еще проблемы с введением агитации, с предвыборной кампанией вы ощущаете, наблюдаете? Есть проблемы, я не ощущаю. Московские власти ведут себя достаточно корректно, надо сказать. Вот. Единственное, что меня периодически предупреждают, что еще вякнешь про коронавирус, мы тебя посадим. Но это не в связи с выборами. Хорошо. Значит, следующий вопрос, который меня интересует. Тут непотопляемый Анатолий Чубайс заявил, что Роскарба, у него был Роснан, а теперь будет Роскарба. Что Роскарба планирует пропускать через себя до 10% от российского ВВП, потому что вот это вот налог на выбросы углекислого газа и так далее, и новые технологии, торговать будем не нефтью, газом, а водородом. В общем, речь о каких-то колоссальных бешеных суммах. Как вы видите эту деятельность, если чуть не сказал аферу? Ну, я надеюсь, что это все-таки не афера, я надеюсь, что это уже старческая деменция. Потому что, по сути, это дело ничего не сказано. Что значит пропускать через себя 10% ВВП? Это не собираются 10% ВВП платить Европе в качестве штрафа за то, что мы существуем? Так что ли? На самом деле, если вы играете в климатическую аферу, то вы, как сказал, кстати, Путин с чудовищным опозданием на 20 лет, вы должны добиваться того, чтобы в расчете выбросов учитывалось не только объем выбросов, но и объем поглощения. Все. И если Запад собирается штрафовать, брать налог с нашего газа, который туда подставляется, пусть берет налог со своих потребителей, не с нашего газа. Это, во-первых. А мы платить ничего не должны и не будем. А во-вторых, нужно уже принять меру к тому, чтобы газовые потоки разворачивать из Европы. Нам этот газ нужно внутри России перерабатывать, нам нужно Россию газифицировать. Если все проблемы европейцев – это российский газ, ну пусть с дровами тот причем проблема. Очень экологично, кстати, мы говорим. И меня это пугает, потому что ведь, когда Чубайс руководил Роснана, то если учитывать не только прямые бюджетные субсидии, которые получила Роснана, а учитывать еще и бюджетные гарантии, которые получила Роснана, и сопоставить с величиной активов Роснана, в начале 2018 года, когда они пытались все приватизировать, ФСБ это пресекло, а они опубликовали оценку активов, то получается, что Чубайс сократил стоимость в 2,6 раза. Понимаете? То есть он уничтожитель стоимости. И если он собирается пропускать через себя 10% ВВП, если предположить, что ликвидация, сокращение стоимости в 2,6 раза – это некоторая норма, то получится, что из 10% ВВП, которые Чубайс через себя собирается пропускать, останется чуть меньше 4%. То есть Чубайс собирается организовать нам экономический спад более чем на 6% ВВП. Если его результат деятельности в Роснана, так сказать, экстраполировать на его планы деятельности в Роскарму. То есть он собирается организовать экономический спад в 6% ВВП, если судить по результатам его деятельности. Ну, я думаю, что российское руководство примет это предложение с воплем восторга, и Чубайс, безусловно, будет осуществлять свои очередные реформы. Ну, смотрите, вот это вот энергетический переход на зеленую энергетику, о котором сейчас вот эти вот… Значит, давайте так. Первое. Переход на зеленую энергетику невозможен технологически. В принципе. Потому что если мы переходим на электромобили, то от этого, а, увеличивается потребность в производстве электроэнергии, б, никто не знает, как утилизировать аккумуляторы, то есть масштабы загрязнения окружающей среды растут кратно. И Блумберг описывал достаточно красочно, насколько при этом при всем увеличиваются выбросы. При этом выбросы считаются только по углекислому газу, но не считаются по метану, который значительно более разрушительный, и не считаются по водяному пару, который является основным парниковым газом. Так что это все климатическая афера. Это просто климатическая афера. Переход на зеленую энергетику невозможен технологически. Международное энергетическое агентство посчитало, что к 40-му году доля углеводородов в энергобалансе сократится с 80 до 73%. Менее чем на 10%. На 7%. При этом объем потребления углеводородов вырастет. И у нас на самом деле впереди дефицит нефти и газа, даже если Иран выпустит на арену мировую торговлю. Это реальная перспектива. И будет с нефтью и газом так же, как с металлом. Когда цена на металлы подскочила в полтора раза по отдельным позициям до двух раз. Ой, а почему? А потому что глобальный бизнес, его некому регулировать. А там дикий капитализм существует. Было перепроизводство черных металлов. Все, георазведку прекратили. И допрыгались, очень быстро допрыгались до его физического дефицита. Вот сейчас нечто подобное может начаться с нефти. Но вы рассуждаете, как адекватный экономист, который понимает, как работает экономика, как работают финансы, как работает реальное производство. Российское государство, безусловно, будет действовать по-другому. Как и западное государство, руководство которых, так сказать, допущенные финансисты, гуманитарии, юристы и журналисты. А, скажем, в Италии 60% руководства вообще без высшего образования. Поэтому, безусловно, действия будут абсолютно безумны. И смысл, с точки зрения российских либералов, заключается в том, чтобы добить Россию. Чтобы ликвидировать российскую промышленность нахрен. Чтобы здесь уже ничего никогда не было. И было очень экологичненько. Да, ну вот есть гитлеровский план ОСТ. Посмотрите, в сфере образования он выполняется на отлично. В сфере здравоохранения он выполняется на отлично. Нужно добить российскую экономику. Смысл климатического бешенства заключается именно в этом. А как это будет проявляться? Что они начнут повышать дополнительно цены на бензин еще быстрее? Чтобы люди пересаживались на электромобили? Или что? Они начнут обкладывать дополнительными налогами все базовые предприятия. Все. Под тем предлогом, что у них есть выгруз. Смешно, но единственный крупный сопроект по добыче нефти, который сейчас существует, «Восток ойл», он, кстати говоря, в зеленом отношении абсолютно чистый. Потому что там жуткие климатические условия, там дикие ветра. И обычно нефтяные месторождения осваивают тепловыми электростанциями, которые сжигают добываемую нефть. Тут же она перерабатывается и тут же она сжигается. А там работает ветроэнергетика, потому что в силу климатических условий и природных условий это оказалось значительно более эффективным. Но в целом по стране речь идет о ликвидации реального сектора как такового. Потому что любая ваша идея... Вот вы сейчас тяжело вздохнули. Вы осуществили выбор с углекислого газа. Михаил Игнатьевич, я как раз в этом ключе хотел у вас уточнить. Вот смотрите, у нас сейчас опять рекордные лесные пожары в Якутии. Да. Горит лес. При горении выбрасывается бешеное количество углекислого газа в атмосферу. Если уж... Эти выбросы не считаются. Эти выбросы не считаются. Они проходят по статье бедствия. Считаются только те выбросы, которые являются результатом человеческой деятельности. То есть, если выброс вызвал извержение вулкана, существование болот, которые выбрасывают метана значительно больше, чем все человечество, это не считается. А вот если вы пытаетесь сделать что-то полезное, ваша полезная деятельность должна быть запрещена. Поэтому леса пусть горят, никаких проблем здесь нет, а вот ваша полезная деятельность должна быть запрещена категорически. Сначала обложена налогами, а потом как с раскулачиванием. Потому что Кулаковы уже тоже ликвидировали экономическими методами. Просто облагали налогами, пока они не переставали платить. А потом сажали за неуплату. То же самое будет с Россией. Если исходить из того, что нам готовят кудрины, чубайсы и прочий гриф. Другой у нас деятель государственной системы, который, мне кажется, тоже скоро будет претендовать на лавры, подобной чубайсу, Марат Шахерзианович Хуснулин, вице-премьер, который курирует стройку. Он у нас продвигает завоз мигрантов, реновацию и многие другие замечательные вещи. Уже правительство заявило, что готово компенсировать застройщикам рост цен на стройматериалы. А то же как же, а то же они же потеряют прибыль, а то же рабочие места сократят и так далее. У меня даже в голову пришел такой, знаете, снять небольшой юмористический ролик, скетч, что сидит Путин, приходит к нему человек и начинает рассказывать, вот у меня зарплата, у меня работа, выдайте мне субсидии, у меня дети, а то же дети останутся без средств существования, как же мы будем? Путин прогоняет прочь. Приходит министр Хуснулин, говорит, вот понимаете, то же самое только про олигархов строительных. Понимаете, как же они будут, рабочие места и так далее, как же они выживут. «О, вам мы все компенсируем, никаких проблем». И вот Владимир Владимирович проводит совещание, и выясняется, что обещано было отремонтировать все школы, 7 тысяч школ по стране, а по тем темпам, которые запланированы по капитальному ремонту школ, потребуется больше 10 лет на эти все дела. То есть поручение Путина Хуснулин игнорирует. Отремонтировать школы, в сроки нацпроектов мы не укладываемся. Вот как понимать эту политику? Политика очень простая. Россия не для русских. Граждане, как я предполагаю, граждане России не имеют права на жизнь в России. Потому что если для граждан России нет рабочих мест, это значит, что граждане России не имеют права здесь жить. Убирайтесь куда хотите, валите куда хотите. Это страна для олигархов, для чиновников и для обслуживающих их гастарбайтов. И это не какой-то там масонский заговор против русских. Нет. Причина очень проста. Граждане Российской Федерации считают, что у них есть какие-то права. Поэтому они неприемлемы ни для олигархов, ни для бюрократии. И олигархам и бюрократии нужны рабы, которые понимают, что завтра, конечно, мы эту страну возьмем, а здесь будет северный Таджикистан. И Москва-Москва-Вад будет. Но пока мы готовы потерпеть. С другой стороны, олигарху нужно построить яхту. Чтобы построить яхту, нужно экономить на заработной плате. Потому что металл нынче дорог. Значит, люди должны быть дешевыми. Что значит, люди должны быть дешевыми? Значит, человек, который платит коммуналку, он уже не конкурентоспособен для этого олигархов. Должны быть гастарбайтеры, которые живут в барахах. С другой стороны, мы видим чиновников-коррупционеров. Ну, согласитесь, что если вы коррупционер, то вам нужны люди в этой стране, которые считают коррупцию нормальной деловой транзакцией. Люди, которые в силу своей культуры считают коррупцию преступлением, вам в этой стране не нужны. Значит, нужно убрать из этой страны людей русской культуры и заменить их людьми, носителями культур, для которых взятка является нормальной деловой транзакцией. При этом, если предположить, что коррупция является основой государственного строительства, естественно, государство пытается заменить народ, который враждебен этому государству. Гитлеровцы пытались заменить славян, которые были враждебны идеей расового превосходства немецкой расы. У них не получилось, а у нынешних получается. Продолжение следует...